Девушки отдыхают Сложно сказать, кто лучше Это же совсем не важно Потому что пляж, песочные часы природы И время сотрёт то, что мы в своей гордыне строим, как вечное? Нет, потому что вот-вот начнётся буря Быстрее, в мою хижину Я так не думаю, буря безопаснее Согласен Решено, идём к Ами Будет весело, я думаю Устроим пижамную вечеринку и посидим допоздна и... Подождите меня! Устроим пижамную вечеринку Посмотрим кино, перекусим Сыграем в «Правду или вызов» «Правда, где еда?» «Вызов! Принеси я!» Не уверена, что вы поняли смысл Но я приготовлю пару антре Антре? Я про закуски спрашивал Ненавижу эту игру Вот они Киш Лорен Вегетарианские роллы И сырый командир И бри запечённые на фокаччо с розмарином Да! Неплохо Кетчупа не хватало О, давайте бояться вместе Ничего Стеклянная лошадь не хуже единорога, верно? Как-то горе разыгралось Хуже и быть не может Пришло время рукоделия Я ошиблась Взяв веточку астролиста И несколько повседневных хозяйственных предметов Которые нужно заказывать в каталоге рукоделия Вы тоже можете создать украшения для стола Но, ребята, как у вас идут дела? А теперь гвоздь нашей программы Вы устроили беспорядок Ты имела в виду высокое искусство, да? Ну ладно, ничего А теперь моя любимая часть праздника Уборка! Ну, пожалуйста, Эмми Давай повеселимся Например, попрыгаем через диван Или, скажем, покидаем Тейлза Нет! Вы и так уже здесь хаос устроили Ничего не трогайте, ничего не делайте Просто сидите тихо, пока буря не закончится Так, кто хочет пончиков? Можно же найти веселое занятие Так-так-так Роза без шипов, пьеса в трех актах И угадайте, кто автор? Я? Нет, не ты, Эмми В центре сцены стоит пустая табуретка А из-за кулис появляется прелестная, обаятельная И суперпопулярная Энни Роз И наливает тебе стакан лимонада Много лет назад я впервые встретила Загадочного незнакомца С мехом цвета океана И у кого же мех цвета океана? У меня? Ну, это не я Я загадочен, но скорее василькового оттенка Сонер входит в топ-эп-асцине В бордовых туфлях Сонер Эй, Энни, я хочу поиграть в волейбол Я играю сам с собой, потому что остальные не тянут Видите? Это не похоже на меня Он самовлюбленный, но недостаточно потрясающий Тук-тук-тук В дверь стучит кто-то большой, сильный Но не способный разобраться с простой ручкой Энни Роуз энергично идет к двери Открывает ее, являясь зрителем Шолдерса, неотесанного простофилю Меня? Шолдерс идет к Энни, но его отвлекает блестящий объект Нет там такого Дай сюда Минутку, что я хотел сделать? Но не успела Энни ответить, как вошел молодой наивный лис по имени Тейлз и упал сонару в ноги Эй, когда это я падал? Ирония судьбы Когда вся надежда была утрачена, вошла Твикс Дикая барсучиха с безумным взглядом Мисс Эйни, начался робоапокалипсис Я перехватила сообщение своего тостера Это смехотворно Все знают, что в таком случае сигналы будут передавать исключительно открывашки Тостер Что вы тут делаете? Читаете мою пьесу? Я вам не разрешала! Мы имеем право, раз мы в этой пьесе описаны Это не вы, ребята Ты уверен нам? Дай, 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 дай! Как будто Твикс не списана с тебя Твикс, да она бы мгновенно погибла в робоапокалипсисе У нее сообщение в тостере Можешь себе представить? Не ссорьтесь, да, Соник? Что ты сказал, Тейлор? Я не вижу тебя в тени Соника Смешно Зато я не самовлюбленный Сонар Этот персонаж вообще не похож на меня Он не такой восхитительный Знаете, что не восхитительно копаться в моих вещах и читать личные записи? Когда эта буря закончится, возможно, нам стоит разойтись Зачем ждать? Я пойду на кухню, где буду готовить консаме и другие чудесные антре Без всякого кетчупа! Отлично! Что привело тебя, путник, из верстаки в наше телекоролевство? Скоро новый выпуск с лучшим другом Волчары В дар я принес ожерелье из прекраснейших скрепок Предлагаю его тебе в обмен на экранное время Твое ожерелье мне угодно Я жалую тебе две минуты Леди Роуз из дома кухни В обмен на безопасный проход к холодильнику Предлагаю тебе эти одеяла, чтобы ты не мерзла Наклз, не думай, что если я построила себе форт, я буду играть в эту глупую игру Да ладно! Я так хочу есть! Кто съел бы даже твои андатры без кетчупа? Не нужен и мне одеяло Мне не холодно Уходи Посмотрим, что еще у нас есть Тебе это нравится? Он как будто говорит за всех лучших друзей Блин, что-то похолодало Может, я создам обогреватель в верстаке? Стой, кто идет? Стикс, форт мой! Больше не твой Я захватила его Его вообще никто не защищал Но верстаке теперь моя Иди Но сначала Где обогреватель? Обогреватель? Конечно! Не волнуйтесь, друзья Я знаю, куда нам идти Но это будет долгое, опасное путешествие И надо спешить Это здесь Наклз, нам нужно одеяло А мы дадим тебя посмотреть телевизор Телевизор? Кому он нужен? Не смей никогда это повторять Да ладно, Наклз Холодно, а у тебя все одеяло Отстаньте Мне не нужны ваши подношения Я контролирую термостат И только закуски переживут эту зиму И кто теперь простофиля? Серьезно, я хотел бы знать Если думаешь, что я покормлю тебя в обмен на тепло, ты ошибаешься Выключи кондиционер Никогда Слишком долго мы позволяли Наклзу контролировать термостат его железным кулаком Мы должны сбросить тирана с его мягкого трона Идемте со мной, и вы не будете нуждаться в одеялах Вобода! О, так вы хотите войны, да? Ешь ты, супа-санк! Если бы они были съедобны, я бы не голодал Получи! Эй, тише ты! Эй, буря прошла Эми, пошли на пляж Я просто не могу поверить Вы критикуете мою стряпню, но едите ее Смеетесь над моими подделками и над моей рукописью А теперь хотите уйти, даже не убравшись? Мы задолжали кому-то извинения Мне? Эми права, мы переборщили Знаете, пьеса Эми не так уж и плоха Вообще, мне понравилась Твикс А тостер Что ж, это юношеская прометчивость Шолдерс тоже ничего Очень не похож на меня, как и я сам Или похож? Да, точно Как будто это наши мультипликационные версии Да Да, точно Я знаю, как нам загладить вину Идем, тебе понравится Если это не чистый дом с единорогом, мне неинтересно Дамы и господа, спасибо вам, что вы пришли на премьеру пьесы «Роза без шипов», которая написана нашей талантливой Эми Роуз Прошло два года с тех пор, как я впервые встретил таинственного незнакомца смехом цвета океана Эй, Энни, я хочу поиграть в волейбол Я играю сам с собой, потому что остальные не тянут Но можешь посмотреть Что я говорю? Конечно, ты хочешь Энни, позволь мне, ты не справишься Женщина может все, что может мужчина Я буду петь это с горных вершин, если придется, но... У этой Розы нет шипов Какое чудесное представление Хочу поблагодарить... Кто хочет переждать бурю у Эми? Я? Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал» Всемирная сеть Соник Бум Экстренный выпуск По всему миру стремительно распространяется эпидемия бобровой лихорадки Конечно, я говорю не о болезни Это метафорическое описание невероятной популярности юного поп-певца Джастина Бобра Девушки повсюду просто с ума сходят от этого красавца Каждая хочет урвать кусочек Неожиданно, Ван Рэйс уже не в почете Лучше бы Джастин Бобр оплатил школьные расходы Чем скупал гольф-клубы, которые ему нравятся То, что нужно этому миру Еще одна шаблонная звезда, которая нам рекламирует мачо Ты права Эта бобровая лихорадка Всего лишь рекламный ход для продажи некачественной музыки подросткам Кто еще в это поверит? Разве Джастин не прекрасен? Когда я услышала его первую песню «Милая, ты мне нравишься» И мне показалось, что Джастин поет обо мне Его следующая песня называлась «Да, именно о тебе» И мне стало просто не по себе Думай сама и не будь пешкой в играх корпоративных богачей И суди, пока хоть одну песню не послушаешь Я не хочу преувеличивать Но он величайший певец за всю историю! О нет, я задыхаюсь от любви к тебе Растворяюсь я в ней, как капли на воде Ой, это ужасно Вот она, песня моих кошмаров А я в восторге Я знала, что в «Стикс» заговорит голос разума Вас как будто подменили Белое стало черным, черное белым Вы еще остальной альбом не слышали Стикс, планы все еще в силе? А, да, как скажешь. Эй, Стикс, ты готова? Что здесь случилось? Я превратила свой дом в место поклонения Джастину. О, вот что здесь случилось. Стикс, 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 не поверишь, Джастин Бобр в городе, и он раздает автографы в музыкальном магазине. Прямо сейчас. А на выходных у него будет концерт в нашем городке. Да, 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 да. Пора бы ему успокоиться. Что нам делать? Я думала о своем единственном костюме. Я тоже. Я могу понять, почему накрыла Эми, но Стикс... В этой лихорадке есть что-то странное. Надо бы разобраться. Надеюсь, вы, дамы, готовы, потому что Лотон! Юноша, который носил бы вас на руках, если бы не был таким миниатюрным, ваш любимый всемирно известный феномен, Джастин Бобр! Ты единственная, кто мне важен. Ты единственная, кто мне важен. Ты единственная, кто мне важен. Мой малыш! Просто перешагивайте. Мы продаем недостаточно. Вкручи песню. Я, я, кто говорит, я болен тобой. Музыка накрыла нас головой. Слушай голос мой. Что бы ни происходило, виноват этот парень. Только работники музыкальной сферы. Не волнуйтесь, я музыкант. Как нам его убедить, что мы шоумены? Кажется, я знаю, что надо делать. Мы создадим поп-группу! Ты действительно привел нас всех сюда, чтобы закончить это предложение? Поп-группу? Да нас перестанут уважать! Как же наш имидж? Мы же мачо! Знаю. Но если мы хотим спасти девушек, придется идти на жертвы. Под жертвами ты имеешь в виду пляски в нарядах с блестками, что ли? Именно. Придется потрудиться, так что пора начинать. Легче, чем я думал. Надо выбрать название. Ну, у нас еще есть время. Наклз, прекрати обрывать календарь. Отлично! Нужно придумать название. Я берег его на случай создания своей группы. Ну, как вам, супергерои? Это слишком. Надо что-то мягкое и лиричное. Например? Экспресс мечты? Фу! Идеально! Только работники музыкальной сферы. А мы и есть такие работники. Мы на разогреве Удзастина. Боюсь, что Экспресс мечты дальше не идет. Экспресс мечты? С таким названием вы точно профи. Проходите. Вон он! Теперь надо выяснить его коварные планы. Три мы передвигаем на шесть. А шесть значит на четыре. Думаю, вряд ли он расскажет коварные планы как раз в тот момент, когда мы находимся здесь и все слышим. Кстати, а как там наш коварный план? Неплохо. Сегодня Джастин споет новый сингл, который еще лучше зомбирует женские умы. Идеально. Любая женщина в радиусе семи километров превратится в безумного потребителя, умножая мое состояние. Зомбирование. Все ясно. Чужие! Взять их! Зомбирование. Это чудовищно. Джастин на такое не пошел бы. У нас с ним особая связь. И нас тоже. Он даже написал песню обо мне. Называется «Каждая девушка, которую я встречаю». Но это правда. Продюсер Джастина признался в нашем присутствии, не скрываясь, не очень умно. Правда, они говорили тихо. Поверьте нам, ребята, мы не зомбированы. Пойдем на концерт, чтобы мы могли потратить все деньги на сопутствующие товары. Да! Не волнуйтесь, я знаю, что делать. Поскольку зомбирование осуществляется с помощью песен, должна быть частота, которая их раззомбирует. Нужно ее найти. Для этого есть метромер. Весело уходить подальше, чтобы закончить предложение. Это точно. А теперь вот он, ночной полуводный грызун вашей мечты, Джастин Боббер! Чтобы откалибровать метромер, нам нужно попасть на сцену незаметно. Эй, Бейтар! Шоу начинается. Разогрев будет прямо на сцене. Я отличный охранник. Что бы они без меня делали? Уже обнаружил контр-чистоту? Еще нет. Нам нужен Джастин. Вы кто? Экспресс мечты! Ненавижу это название. Мы вызываем тебя на песенную дуэль. Что они здесь делают? Если хочешь быть модным, нам поднимай. Давай вместе с нами, припомнивай. Песни наши, запомните его. Хлопай ты в ладоши, хей, прыгай высоко. Ух ты! А, не, ничего. Хотела бы я с ними познакомиться. Я признаюсь откровенно, думаю, уже пора. Мне нравишься только ты, остальное лишь игра. Он говорит обо мне при тебе. Йоу-йоу-йоу-йоу! Гроб отбоем мы, тексты простые. Нам подпевают девчонки крутые. И пусть наши танцы немного похожи. Тяните ради моды, лезем вон из кожи. Ты интересна, прекрасна и умна. И ты такая одна. Словно солнце моего дня. Не смогу я без тебя. Если хочешь быть модным, нам подпевай. Давай вместе с нами, ты подпевай. Песни наши, запомнить легко. Хлопай ты в ладоши, эй, прыгай высоко. Будь со мной ты всегда, да. Ведь ты моя звезда. Твои желания буду исполнять. И гулять с собой. Тебя буду звать. Хондор, чистота. Конечно. Как я сразу не догадался. Хватит глупой музыки. Только не рок-н-ролл. Дамы и... Эээ... Дамы. Готовьтесь послушать ритмы плохих парней. Супергероев. Ну что, по крайней одолеть нам, Как надо петь покажем. Мы вам рок-н-ролл сыграют. Соник и друзья. Музыка для всех и лично для тебя. А что случилось? Где это? Не знаю. Ну послушай, какое соло на гитаре. Ваша рок-баллада сумела меня раззомбировать. Теперь я свободен от эксплуатации бесчестного продюсера. Унизительный реалити-шоу. Я ухожу. Я разорю. 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 Пусть грубо мы поем. На сцене перед публикой мы втроем. Обманчив внешний вид и яркий наш прикид. В этом предпоследствии с ДУЖИИ. Фильм озвучен по заказу ЗАО. Первый канал. Всемирная сеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова